здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного подсобного хозяйства и сегодня я хочу вам рассказать как ухаживать за смородиной весной смородина вступает в вегетацию очень рано и уже в конце марта начале апреля у нее набухают почки какие же важные процедуры нужно сделать в этот период первое что нужно сделать это провести обрезку кустов смородины если вы не сделали это в осенний период какие же ветви есть на кустах и какие из них нужно удалять давайте разбираться на кустах смородины есть ветви первого порядка и таки это вот такие однолетние побеги серого цвета без боковых ответвлений они вырастают за один сезон ветви второго года имеют ответвление вот такие небольшие ответвления и можно заметить переход вот часть старой древесины и здесь образуется кольцо а с кольца новый прирост значит этой ветке два года эта ветвь уже будет плодоносить ветви третьего года они имеют уже большое количество боковых ответвлений эти ветви дают самый большой урожай они самые продуктивные в отличие от старых ветвей они еще не темного цвета кора довольно светлая почки вот смотрите уже набухшие это ветви третьего года ветви четвертого года вот они так такого вида четвертого и последующего годов они темного цвета они уже часто покрыты лишайниками приросты годовые очень слабые такие ветви подлежат в первую очередь удалению кроме этого на кустах смородины надо удалить все слабые побеги искривленные сломанные ветви которые ложатся на землю их также следует обрезать также удаляется ветви с признаками вредителей если связать если срезать веточку то можно заметить вот такую темную сердцевину значит ветвь была повреждена стеклянницей такие ветви также нужно удалить и сжечь чтобы не распространялся вредитель на здоровые кусты после обрезки следует обратить внимание и на другие ветви проверить внимательно почки ведь в раздутых больших округлых почках зимует почковый смородиновый клещ как же выглядят эти почки сейчас вам покажу если мы срежем вот такую веточку на ней видны обычные почки а видны вот такие большие округлые почки все эти почки повреждены клещом их нужно оборвать оборвать и сжечь если на ветви таких почек слишком много то удаляем всю ветвь целиком чтобы клещ не распространялся на здоровые растения после обрезки в идеале на кусте смородины должно остаться около 15 различных побегов разного года для хорошего нормального плодоношения ветвей может быть и меньшее количество если они были старые поврежденные в этом нет ничего страшного мы их мы их также удаляем главное чтобы крона куста после обрезки выглядела разряженной чтобы проникал свет воздух и не возникали различные грибковые заболевания и не множились вредители следующий этап который мы проводим это обработка смородины от болезней весенний период до набухания почек обрабатываем смородину медь содержащими препаратами в частности я использую бордовскую смесь трехпроцентный раствор либо препарат азофос у меня вот под рукой есть такой препарат азофос он может продаваться в виде пасты может продаваться в жидкой форме как и в случае с бордовской смесью используем трехпроцентный раствор то есть 300 грамм вот такого препарата на 10 литров воды если почки на смородине уже набухли посмотрите вот сейчас уже начало апреля и почки набухшие в этот период мы уже не используем медь содержащие препараты в сильной концентрации будем использовать для обработки 1 процентный раствор после того как мы провели обработку кусты окрашиваются в такой голубоватый цвет значит обработка прошла успешно следующий этап после обработки это подкормка конечно же весной кусты нуждается в подкормка для активного роста в этот период хорошо применять азотные удобрения это может быть селитра обычная аммиачная потому что она хорошо действует в холодной почве усваивается хорошо но можно вовсе не подкармливать азотным удобрением если вы с осени вносили органические удобрения под кусты так я и делаю каждую осень под каждый куст смородины я вношу по 2-3 десятилитровых ведра компоста и все мои растения обеспечены питанием потом остается только внести фосфорное и калийное удобрение для хорошего образования ягод для урожайности чтобы ягода была плотной чтобы ягода хорошо созревала чтобы набирала сладость какие уже удобрения можно использовать это обычные комплексные это обычные комплексные удобрения на основе калия и фосфора а можно применять залу но есть один нюанс у меня почва слегка кислая поэтому я использую залу она раскисляет немного почву а во-вторых снабжает мою смородину необходимым питанием если у вас почвы щелочные то конечно залу вносить не нужно выбирайте другие виды удобрений завершающий этап весенних работ со смородиной это обработка от вредителей многие совершают ошибку и начинают бороться с почковым клещом до того момента когда почки еще не распустились однако эффекта от обработок не будет потому что клещ находится еще в почках не началась его активная миграция миграция клеща начинается когда почки уже раскрылись и когда выдвигаются цветоносы это обычно начало мая в этот период мы будем обрабатывать нашу смородину специальными акарицидами я рекомендую к использованию акарицид pfk клерос либо как его еще называют пск pf клерос это препарат на основе коллоидной серы вот у меня под рукой есть этот препарат вот такой препарат он имеет неприятный запах запах серы однако при обработке хорошо борется с клещом а еще помогает избавиться от мучнистой росы на смородине он носит также и лечебный эффект поэтому применяйте такой препарат для тех кто не посадил смородину осенью а осенью ее предпочтительнее высаживать можно это сделать и весной выбирайте только ранние сроки потому что смородина рано начинает свою вегетацию если высаживать смородину слишком поздно уже даже в начале мая это поздновато кусты плохо приживаются поэтому как только почву отпустила она уже не промерзшая смело высаживайте кусты они лучше приживутся и уже смогут дать урожай даже в первый год посадки надеюсь теперь вы знаете как ухаживать за смородиной и сможете получить хороший урожай спасибо за внимание до новых встреч